так я провязала 28 рядов вот такая у нас получается стенка я думаю достаточно мне больше не нужно по краю идет вот такая косичка она нам с вами понадобится поэтому край идет такая же и изнаночка у нас получается вот такая плотная изнаночка лицо в общем стенка получается достаточно плотно это петли у нас получили снятые и скрещен скрещены и за счет этого так получается теперь нам нужно прийти к пяточки для этого нам нам понадобится два маркера в принципе можно без них но я буду их использовать и нам нужно вот эти вот 32 петли которые у нас сейчас на спице нужно разделить на 3 но поскольку они не делятся на 3 всю разницу которая останется у меня я добавлю в среднюю часть то есть получается 32 разделить на к 3 там 10 и скоб там я значит сделаю 10 с одной стороны 10 другой стороны серединка меня будет 12 прежде чем я повешу маркеры нам нужно связать лицевыми до серединки ряда не забывать что у нас смена кругового ряда идет вот здесь на серединке стенки мы обязательно должны это помнить и сейчас мы 32 разделить на 2 16 раз два три сейчас провяжем просто 16 петель лицевыми здесь уже мы ничего не снимаем просто вяжем так теперь нам нужно повесить маркеры мы не забываем что разницу мы добавляем в серединку наши пяточки то есть 1 2 3 4 5 серединки у нас осталось 1 2 3 4 5 6 12 теперь нам нужно провязать лицевыми при этом последнюю петлю до маркера это у нас средняя часть последнюю петлю до маркера и первую петлю боковой части нам нужно их связать лицевыми сейчас я покажу как поскольку я вижу бабушкин способом то нам нужно их будет развернуть сейчас до вяжем до конца не доходя одну петлю вяжем лицевыми потом принципе маркеры можно снимать они нам не будут нужны главный ориентир значит я сниму и вторую сниму это у нас первая петля боковой части а это последняя петля средней вот эти две петли нам нужно провязать с вами лицевой все повернули мы уже будем видеть нам этот маркин маркер принципе не нужен изначально не нужен дальше эту петлю мы снимаем с вами так и петли средней части мы провязываем изнанкой и доходя одну петлю до маркера мы вот она я пока пересниму чтобы снять маркер маркер я снимаю и теперь нам нужно провязать эту петлю и первую петлю боковой части нам нужно вместе связать изнаночной так все поворачиваем повернули снова первую петлю снимаем так дальше вяжем лицевыми до до вот этих вот двух наших петелечек которые мы провязали вместе мы их их видно хорошо вот они я их сейчас сниму на эту правую спицу эту петлю поверну чтобы связать их вместе две лицевые немножко подтяну чтобы не было дырочек все мы поворачиваем с вами повернули нить перед работой сняли где действуем по такому же принципу вяжем изнаночными до наших петельчик которых мы провязали вместе вяжем вяжем изнаночными вот она эта петелька и и сразу видно она как бы одна отделенная такая и мы эту петельку и рядом следующую провязываем изнаночной и снова поворачиваем работу и так мы с вами вяжем до тех пор пока у нас не останется 12 петель и так продолжаем снимаю петлю вяжу дальше лицевыми до нашей убавки видите ее хорошенько видно она у нас вот она переснимаю она уже лежит у меня как надо но это у меня не лежит как надо у вас если вы вяжете классическими ваша петля будет лежать вот так так возвращая обратно эту петлю и теперь нам нужно вместе их связать лицевой вот так так и снова поворачиваем работу снимаю немножко подтягиваю и вяжу изнаночными мы как бы должны собрать все петельки с боковых частей так вот она эта петля мы вяжем изнаночными снова поворачиваем эти маркеры в принципе нам не нужны главное посчитать и потом просто не не сбиться но я для того чтобы не сбиться сразу повесила маркеры так снимаем вяжем лицевыми вяжем серединку доходим до нашей убавки и эту убавку со следующей боковой петелькой мы провязываем изнаночные переворачиваем снова перевернули сняли 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 подтянули лицевые я снимаю у вас возможно эти манипуляции вы не будете делать снимать переставлять петельку если у вас классический петельку провязываем вместе видите у нас уже образуется образуется такая шапочка получается перевернули работу у нас осталось совсем немножко снимаем петлю подтягиваем и вяжем изнаночными нашу серединку у нас серединка должна оставаться всегда 12 петель и провязываем изнаночными повернули работу сняли я подтягиваю есть немножко другие способы связывания пяточки шапочки мы с вами делаем классические по штефани ван дер линден так дальше сняли кромочную подтянули вяжем середину пятки вместе со следующей боковой петелькой переворачиваем перевернули подтянули лицевые и я думаю что вы самостоятельно свяжите сейчас по такому принципу как я вам показала пока у нас не останется на спицах 12 петель поставьте на паузу и довяжите пяточку как положено теперь вяжем до конца нашу изнаночную сторону теперь мы лицевую вяжем до серединки то есть 6 петелек мы вяжем наш лицевой ряд давайте сначала посмотрим какая у нас красиво получается пяточка то есть у нас в принципе получается пяточка здесь такая идет обравленная косичка здесь походу говоря тоже вот такая пятка у нас получается и давайте 6 петель с вами вяжем лицевыми я сюда повешу маркер для ориентации так то у меня будет начало кругового ряда сейчас нам нужно с вами набрать по кромке петли для меня лично это самая трудная задача потому что я пытаюсь закрывать вот эти вот широкие видите поставить остаются вот такие дырки вот это например кромочная очень нас широко получилась у меня и вот здесь тоже самое бывают такие дырки остаются я захватываю одну делаю протяжку из какой-нибудь петли которая вот тут находится и нам нужно набрать одинаковое количество петель по правой и по левой стороне это всегда для меня во всяком случае сложно и так что мы будем с вами делать по идее у меня здесь высота моей стенки пятки получилось 28 рядов то есть два раза делим напополам здесь должно быть 14 петель я должна набрать и попытаться еще закрыть эти дырки ну плюс еще у меня получится там две-три петли то есть у меня здесь может получиться петель 17 то же самое я должна буду делать и по этой стороне поэтому сейчас с вами будем экспериментировать и кстати не забудьте что у нас когда мы наберем здесь петель петельки мы сейчас сделаем здесь уже у нас начинается рисунок здесь мы ничего не меняли и мы с вами допустим если вы закончили раппорт то мы начинаем с первого ряда с первого ряда у нас уже начинается рисунок не забывайте что нам для этого нужно дополнительная спица итак давайте начнем я взяла пятую спицу и начинаю вязать нашу пятку провязываю то есть это наш круговой ряд первый ряд ну как бы после пятки провязываю 6 петель лицевыми и теперь мне нужно набрать набирать дополнительные петли поднимать кромки значит смотрите вот наша косичка мне в нее нужно набрать петли вот еще один ряд косички так но я сейчас наберу вот последнюю кромочную петлю нашего нашей стенки то у меня получится такая большая дырка я не хочу этого я сделаю каким образом я хочу набрать какой-нибудь предыдущий ряд например сюда вот она наша петля достала это был предыдущий ряд я не вижу в этом ничего страшного потому что так мы избегаем дырки стараемся делать плотные петли в смысле затягивать их хорошо чтобы они у нас не болтались и начинаем дальше поднимает дальше наша кромочная вот мы из нее поднимаем стараемся не расщеплять как я запоминайте это у нас вторая петля то 2 дальше 3 прям совсем не надо ее вытягивать просто вот вот чуть-чуть вытянули хватит 3 где там она 4 5 5 7 8 8 9 10 10 10 так дальше 11 я хочу не в эту дырочку да вот вот здесь я хочу не в эту дырочку да вот протяжка а возьму отсюда петельку вот так сделаю там какая семнадцатая получается так считаем сколько у нас петель здесь у нас было шесть раз два три набрали мы раз два три 4 5 6 7 8 16 17 петель мы набрали вяжем с вами вяжем с вами узор узор начинаем с первого ряда первый ряд у нас начинается с двух раз два лицевые помните да помните да для чего это делаем две лицевые и сейчас нам нужно перекрестить петли вправо для этого мы что делаем снимаем что мы снимаем петлю что мы снимаем петлю оставляем ее за работой следующую мы снимаем как изнаночную так и вот эту мы провязываем лицевой которую мы сняли так и дальше у нас 44 лицевые 1 2 3 4 следующий раппорт 1 2 сняли как лицевую в прошлый раз я снимаю неправильно эту снимаем как изнаночную и эту провязываем с вами лицевой и конец раппорта 4 петли на следующие спицы мы будем вязать на двух спицах этот узор все остальное у нас будет лицевая гладь итак 2 лицевые снимаем петлю оставляем за работой дальше снимаем как изнаночную и вот эту мы провязываем лицевой так выпускаем дальше у нас идет 4 лицевых раппорт 1 2 снимаем и оставляем за работой ой оставляем где мы тут нам ее вот так следующее мы снимаем оставляем на правой спице и теперь нам нужно провязать вот эту петельку лицевой так и 4 лицевые сейчас нам нужно будет с вами набрать 17 петель поднять главное не ошибиться итак там мы сделали с вами сняли вот так делали протяжку и из под нее брали петлю тут мы сделаем с вами точно так же нет к сожалению в этом месте у меня в любом случае будет небольшое отверстие но я все равно сделаю протяжку сделаю петлю из вот такой протяжки так и продолжу делать это у нас было две петли дальше 3 из косичек набираем 4 5 6 обратите внимание косичка у нас как бы заворачивается наизнанку я ее вот так вот так вот открываю и вот вот эта косичка мы в нее вдеваем спицу и протягиваем петлю вот потому что здесь обманчивая такая коса есть которую иногда пытаешься вдеть так вот она эта косичка а вот а 4 2 4 5 6 7 8 9 10 11 10 10 10 10 11 12 12 15 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 16 и чтобы закрыть дырку two 15 15 15 15 и провяжу 1 2 5 6 все один круговой ряд у нас есть так месяц нужно распределить петли на трех спицах во-первых мне нужно 16 петель который у нас является рисунком все мы слава богу набрали теперь у нас вот таким образом все выглядит и сейчас что мы делаем с вами сейчас мы просто провяжем с вами лицевыми вот эту часть вот это мы провяжем с вами по узору эту по узору то есть у нас это второй ряд отмечайте себе пожалуйста на листочке или где-нибудь отмечайте обязательно что мы вяжем второй ряд узора и это провязываем лицевыми давайте сделаем это вместе начало ряда нашего так и так вяжем лицевыми теперь они у меня стоят в том положении в котором обычно стоят при круговом вязании и вяжем лицевыми здесь у нас получилось всего 1 2 3 4 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 то есть когда вы набираете по кромке петле во первых старайтесь набирать бороздку вот эту косичку да или бороздка какая у вас получается при при породных рядах если вы вяжете кромочную лицевой и ниточка у вас остается за работой но вот в этих местах бога в угловых я всегда стараюсь набирать так чтобы у меня не было потом дырок да нужно стараться набирать вытягивать петлю так чтобы она не конфликтовала нашим узором и вообще потом чтобы была симпатично выглядела вот и это может быть две петли максимум мне кажется вот здесь помещается то же самое здесь постараться вот чтобы здесь не было дырки и в общем то тоже зависит от вашего умения там желания сколько вы хотите поместить там петель понятно что это будет не 10 не 5 даже не 3 2 будет достаточно но старайтесь их так вытягивать из того места где вам кажется что нибудь потом чуть не знаю если какое-то правило по поводу этого всего ну я делаю вот так без правил стараюсь чтобы было просто потом красиво и так мы вяжем у нас сейчас часть узора мы вяжем сейчас второй ряд второй ряд у нас вяжется просто у нас три лицевые три лицевые это наша смята петля одна изнаночная 4 лицевые раппорт 3 лицевые 1 изнаночная 4 лицевые 3 лицевые и это у нас будут просто лицевые тут немножко затянем петлю чтобы не было дырки считаем там насколько получилось вы не помните 32 раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять двенадцать тринадцать четырнадцать прошу прощения в общем двадцать три с одной двадцать три с другой тридцать две конечно это что я загнула так теперь нам нужно с вами начать вязать пластовицу после того как мы с вами набрали петли по бокам мы с вами что сделали провязали один ряд лицевой да вот здесь лицевые у нас были здесь мы уже с вами связали первый ряд раппорта нашего нашего узора на вот этих на третий на 2 3 спицы и на 4 мы связали с вами просто лицевыми а теперь нам нужно с вами формировать ластовицу ластовицу нам нужно формировать убавками убавки мы будем делать следующим образом в каждом втором ряду мы с вами будем убавлять по одной петле на первой спице и одну петлю на четвертой каким образом сейчас вам покажу это будет убавка две петли вместе или протяжка в зависимости от стороны и не доходя одной петли то есть мы с вами сейчас про вяжем не доходя до трех трех петель и соответственно убавим вот эти две и это у нас будет просто лицевая и тогда будет симпатичная такая линия поэтому значит одну петельку мы здесь оставим да не забывайте про узор сейчас у нас второй ряд будет во втором ряду мы с вами вяжем здесь без перемещения петель в общем давайте вместе вязать до убавки мы делаем до тех пор пока у нас на первой и четвертой спицы на вот этой и на вот этой не останется 16 по 16 петель как и здесь то есть мы вернемся к изначальному нашему набору петель то есть у нас было сколько там 64 да и в общем то у нас и должно остаться 64 то есть получается у нас будет всего лишь несколько убавок давайте приступим чушь там вяжем с вами до не доходя трех петель до конца этой спицы теперь вот у меня осталось три петли и эти две петли нам нужно с вами связать вместе то есть это у нас будет у бабочка в получиться правую сторону поскольку при круговом вязании у меня петли лежат как нужно как классическом варианте то я их просто захвачу за правые стеночки и их свяжу вместе так подтянули и все это будет у нас последняя лицевая далее вяжем по рисунку нашего узора второй ряд напоминаю каким образом мы вяжем второй ряд вы можете смотреть себе в вашу схему я соответственно буду смотреть свою мы вяжем 3 лицевые 3 лицевые 1 изнаночная 4 лицевые так снова раппорт 3 лицевые 3 1 изнаночная и 4 лицевые здесь мы с вами связали 2 раппорта далее вяжем следующую убавку каким образом мы делаем все легко и просто первую петлю мы с вами провязываем просто лицевой и эти две петли нам нужно убавить убавить одну то есть это у нас будет протяжка я эту петлю снимаю за правую стенку эту петлю следующую вяжу лицевой и протягиваю ее через снятую петлю все подтянули немножко все пошла дальше вязать лицевые до конца нашего нашей четвертой спицы и второго ряда следующий ряд мы вяжем с вами просто без убавки собственно говоря вы и сами знаете как его вязать здесь просто лицевые у нас как всегда прошу прощения за шум за окном сейчас как раз время возвращения домой с работой народу поэтому все на своих автомобилях мопедах приезжать домой так связали ну а тут вы помните у нас с вами третий ряд уже идет уже третий ряд у нас идет с узором для этого нам нужно с вами дополнительная спица я в общем-то обхожусь без без дополнительной спицы давайте я вам покажу как я это делаю значит у нас у нас перемещение с вами вправо перемещение идет после первой петли первая петля у нас лицевая дальше что я делаю нам нужно переместить вот последующую петлю не следующую а после него последующую петлю переместить вправо для этого я ее снимаю за вот ее стенку за получается правую стенку аккуратненько снимаю ту петлю и быстренько ее возвращаю на левую спицу и что я делаю я провязываю эту значит я оставляю не провязанной она у нас снятая и получается эту следующую я провязываю лицевой петлей дальше у нас раз два три 4 5 лицевых раз два два три 4 5 давайте с вами еще раз повторим значит рапорт 1 лицевая дальше я беру последующую петлю снимаю ее за правую стенку видите да вот она у меня лежит они лежат обе как положено при круговом вязание я ее снимаю аккуратненько так чтобы не распустилась то петля и получается правую петлю я возвращаю на левую спицу эту я не провязывая оставляю на правой спице а эту провязываю лицевой все нам с вами спица не нужно дополнительно и дальше я вяжу лицевые петли до конца спицы давайте еще с вами разочек закрепим звание лицевая снимаю по следующую петлю на правую спицу правую петлю я возвращаю на левую спицу перемещаю как знаете если бы мы делали с вами косу тогда бы мы эту вернули бы тоже провязали бы но нам не нужно возвращать она у нас снята петля и вот она эта петелька я провязываю лицевой все дальше у нас 1 2 5 5 лицевых 2 3 4 5 раппорт закончился снова лицевая снимаем возвращаем петлю на место другую правую провязываем ее лицевой это у нас сняты не провязываем и до конца спицы вяжем лицевыми так дальше нам осталось провязать 3 ряд без убавок мы с вами вяжем просто лицевыми теперь я с вами провяжу еще один ряд с убавкой и дальше вы уже самостоятельно свяжете эту ластовицу вы самостоятельно уже сможете убавить петли я думаю справитесь конечно ну давайте значит провязываем с вами лицевыми не доходя 3 петель до конца провязываю 2 вместе лицевой для этого я ввожу спицу под правой стенке и захватываю рабочую ниточку все немножко потянула и это вижу просто лицевой следующую и сейчас у нас давайте посчитаем сколько петель на спице 1 2 3 4 5 6 8 9 10 21 петля то есть мы с вами всего лишь сделали 2 убавки получается нам нужно еще сделать 21 минус 16 у нас получается 5 убавок нам еще нужно с вами провязать 10 рядов то есть мы помним на что не в каждом ряду а в каждом втором ряду продолжаем с вами вязать сейчас у нас узор идет у нас четвертый ряд он вяжется 2 лицевые 2 2 изнаночные и 4 лицевые 2 2 3 4 снова 2 лицевые 2 изнаночные 4 сейчас мы будем с вами делать протяжку убавку влево первая петля у нас вяжется лицевой дальше я захватываю петлю правую стенку петли как если бы я вязала лицевую и и снимаю на правую спицу далее провязываю лицевую следующую и эту лицевую я протягиваю через снятую петлю подтягиваю чтобы они не болтались все мы закончили с вами убавку вяжем до конца ряда ну итак друзья это был у нас с вами четвертый ряд и давайте вы провяжите самостоятельно пока у вас не получится на вот этих вот стеночках до боковых то есть на 1 4 спицы пока у вас не получится 16 петель то есть мы делаем с вами еще 10 рядов не забывайте о том что в каждом втором ряду у нас убавка и соответственно не забывайте отмечать где вы тут узор на на чем остановились потому что иногда забываем вот эту часть и у вас получится очень красивая такая линия сейчас я провяжу и покажу вам что у меня вышло и мы продолжим с вами дальше вязать и вот что у нас в итоге должно получиться вот такой клин у у меня здесь 1 2 3 4 5 6 7 убавок получилось то есть 14 рядов и у меня как раз получился раппорт высоту полный и данный момент у меня на спицах 64 петли то есть по 16 петель на спице так и когда я достигла вот этого количества петель я теперь продолжаю вязать наш носочек в так скажем длину то есть у нас начало ряда вот здесь на пяточки так наша пятка начала ряда мы увяжем с вами лицевые дальше у нас две спицы идет узора и снова лицевые нигде никаких убавок нам уже делать не нужно пока не дойдем до мыска до мыска сколько нам нужно провязать это естественно зависит от вашего размера ног у меня 39 размер я всегда прикладываю к своей ноге носок поскольку я не знаю сколько мне надо связать рядов доходя до пальца до мизинца примерно да я где-то вот на мизинце останавливаюсь может быть чуть раньше потому что мысок получится не очень высокий у него будет сантиметров ну скажем и ну давайте померяем с вами мысок нашего готового носочка ведь даже больше получается 45 сантиметров до закрытия вот я показала примерно вот так это оказалось 5 сантиметров они три в общем до 5 сантиметров дальше я вам покажу как и закрывать чтобы мысок получился вот такой например да есть наверняка миллион способов закрытия мыска но мы с вами сделаем тот который я умею сколько у меня здесь рядов я буду может быть даже поэтому носочку ориентироваться ну давайте просто пятка другая давайте приложим пятку к этому носочку и высоту как видите я связала восемь сантиметров можно связать больше я повторю два раппорта высоту вот повторю два раппорта и дальше буду закрывать давайте свяжем с вами два узора два раппорта нашего узора на стопе у нас будет лицевая гладь и вернемся наконец-то заканчивает наш носочек и сделаем с вами мысок вот надеюсь вы справитесь с этим заданием удачи